ТОП-5 Полезный ГИД Мы разбираемся в местах, товарах и услугах для вашего удобства Сегодня поговорим о казанских музыкантах Уж если популярные на всю страну исполнители и продюсеры жалуются на кризис, то каково нашим местным талантам? Давайте поддержим наших земляков, ибо они достойны внимания Самая молодая группа в нашем рейтинге на сегодня — группа Юна Давайте познакомимся с юными ребятами Юна — группа, которая объединяет под собой поп-рок, джаз, фанк и пронзительные тексты За пять лет своего существования они уже успели заявить о себе на одних из самых крупных площадок Казани Ну, наверное, мы пишем не попсовую музыку А вообще удается музыкой жить в Казани, зарабатывать, обеспечивать себя? Нет Правдивые музыканты? Ты, когда делаешь музыку, ты как-то не задумываешься о том, зайдет это или не зайдет Может, где-то там на втором плане твоих мыслей это идет бегущей строкой Или на это зайдет, или на это не зайдет, наверное Но ты в первую очередь хочешь, чтобы тебе нравилось Мы все делаем для себя Гаисты такие музыканты вообще не могу Нет, чтобы сыграть там Алмаха Шлары, например Спросил про музыкальные мечты коллектива Мы в Олимпийский Хотите Олимпийский собрать? Его же закрыли вроде Ну, да Мы застряли в прошлом Несмотря на относительно небольшой возраст группы, у ребят уже есть достижения, которыми они гордятся Мы вот выиграли энергию рока в 2018 году Между прочим, сольный концерт недавно И мы два дня собирали практически солд-аут Коронавирус, ограничения и в целом только 100 человек могли находиться в зале Удобно можно себя оправдывать, да? Коронавирус, в этом всего лишь 100 человек Вот когда люди на концертах что-то для себя понимают, вот это достижение Какие-то вот диск бузовый, да? Да, во время концерта Ну, да Сжигают, да Хочется сказать, что приходите на концерты местных групп, поддерживайте местные таланты и покупайте билеты Конечно же, я попросил Юну что-нибудь исполнить для ТОП-5 полезный гид Найди меня на просторах очередного клуба Я здесь пытаюсь смыть мысли о тебе Впрочем, очень глупо любить Я бросаю пить, начинаю жить Я тебя забыть пытаюсь Следующая группа «Прогульщики» уже разменивает второй десяток своей музыкальной карьеры Одна из самых запоминающихся групп в Казани В активе успешные выступления на топовых площадках Татарстана, России и Китая Прогульщики представляли республику на летней универсиаде 2013 Зимних Олимпийских играх 2014, Фина 2015 Всемирном фестивале молодежи и студентов Сочи 2017, FIFA 2018 Группа «Прогульщики», дамы и господа Давайте познакомимся с этой замечательной музыкальной рок-группой Мы написали гимн на универсиады официальные, которые у нас взяли в аренду и потом нам вернули Потом с этим гимном мы поехали на Олимпийские игры и представляли Татарстан и город Казань В частности, прямо на самых там крупных площадках А потом, в 2018 году, мы проехали по стране на мероприятиях, которые были посвящены FIFA 2018 И играли почти на каждой площадке для иностранцев Несмотря на впечатляющую географию выступлений, ребята больше всего любят родной город Хоть и говорят об этом с самой иронией Ну в Казани-то самая же теплая аудитория для нас, конечно Нас же все любят и уважают очень сильно У нас есть, так скажем, база своих фанатов, которые постоянно приходят на наши концерты, слушают наши песни И Люк всех обзванивает каждый вечер, всю свою базу Да, она забита в циадин Всех троих этих людей Конечно же, я не мог не спросить о творческих предпочтениях и мечтах группы Вообще, нам хочется выступать на больших площадках, чтобы наше творчество было услышанным И мы как бы совмещаем и играем в удовольствие Все-таки нам уже 11 лет, и мы до сих пор не заканчиваем это все Играем А могли бы работу найти нормальную, да? Достижения группы на вышесказанном не заканчиваются Да, наша песня несколько недель была в топ-10 Apple Music, да, которую мы сами написали Очень высокобюджетный клип, который стоил нам миллион рублей Клип, он как такой маленький блокбастер Он снят как фильм Сериал Эксклюзивчик, да Чуть-чуть рейтинг программы упал Шутка, шутка Конечно же, поднялся Шутки шутками, а часть клипа эксклюзивно покажем Пожалуй, самое старое, в хорошем смысле слова, в нашем рейтинге Группа Волга-Волга Известно далеко за пределами Татарстана Их песни звучат на федеральных телеканалах Концерты собирают сотни зрителей Ограничения скорректировали гастрольный график Волги Но ребята вовремя переквалифицировались на онлайн-концерты Группа, которая не нуждается в представлении Волга-Волга Давайте узнаем то, чего вы, возможно, не знали до этого Много лет об этом мечтали 20 лет мы мечтали о том, что у нас будет своя студия И, наконец-то, мечта наша сбилась Поэтому хорошо Несмотря на стереотип, Виа-Волга Волга имеет в багаже много авторских песен Они только перепевают известные хиты Мы дали порядка 15 концертов онлайн На разных площадках, в том числе и студии своей И на другие площадки заезжали Мы приехали из дома, нам тоже хорошо Мы сидим в тапочках, играем концерт Ну, условно говоря, в тапочках Но гастроли, конечно, интереснее Интереснее, когда есть публика живая Неважно, корпоратив это или сольный концерт в каком-то клубе Мы даем концерты авторских С авторскими программами Даем концерты каверовые Даем смешанные концерты То есть мы как-то вот про все Как заниматься одним и тем же делом 20 с лишним лет, третий десяток И не перегореть? Мы просто в тот момент Ну, как правило, я, честно скажу Я начинаю придумывать просто близкие по духу Рядом находящиеся с нами с Волгой-Волгой Другие проекты Студия Волга-Волга Сил, на которые нужно было бросить очень много Фестиваль Волга-Волга Который, кстати говоря, вот сейчас зимой У нас будет уже шестой фестиваль Первый зимний, но вообще это шестой уже фестиваль Поговорили и о современных реалиях музыки в стране Мне нравится, что молодежь продолжает играть на гитарах Скажу прямо, нифига подобного, что типа все ушли в рэп Такого нет Потому что я вижу, что фестивали собирают там 10, 20, 30, 40 тысяч человек Поэтому я считаю, что рок-н-ролл жив По-любому Назови три самых главных хита группы Волга-Волга Три самых главных хита группы Волга-Волга Ира, Ира, Ира Давайте будем честны Все-таки еще, например, есть такая песня, как «С тобой» «Черный ворон», «Гуси-лебеди» Ну, то есть наши старые песни, которые до сих пор на концертах люди просят играть Так устроена почему-то большая часть коллективов Что все-таки основные твои хиты, они случаются там В первой траектории твоего полета Руководитель Антон Солокаев рассказал и о ближайших планах группы новом альбоме Альбом будем, наверное, выпускать только лишь к концу года Но большая часть этого альбома будет презентована в течение всего года Ребята, все только начинается И, конечно же, мы не могли вас оставить без эксклюзивной авторской песни с нового альбома Следующая группа, как они сами себя называют Духовая банда «Джаз Браз» Коллектив молодой, пять лет, но уже хорошо известен казанцам О начале творческого пути Выступая на Абомана и постоянно везде светились Мы не чурались вообще никакой работы, в принципе Поэтому у организаторов были на хорошем счету Цель в любом случае сделать сначала первый сольник Большой, крупный сольник А потом уже собирать большие залы Какие-то, может, фестивали крупные Отдача жива от зрителей, очень важна для нас Которую мы получаем Так сказать, чтобы для души это было даже больше Ребята из «Джаз Браз» не стесняются выступать Как на Баумана, так и на высоко статусных мероприятиях Иногда бывают какие-то пафосные мероприятия Или какие-то политические верхушки связаны Которые просто сидят и кушают И слышишь в паузе Они ложкой стучат Что-то пытаются мясо разрезать А ты пытаешься их веселить Ого, что-то заводишься Они там сидят с постными лицами Не обошлось и без популярных вопросов Могут ли музыканты в Казани зарабатывать себе на жизнь? Да, да Это ни для кого не секрет На самом деле, это раньше, наверное, такой был стереотип Когда ребенок идет Точнее занимается музыкой в детской школе А потом уже, ну, я не знаю Хочет заниматься этим профессионально И начинаются вот эти разговоры Ну, музыканты, они же там ничего не получают Кем ты будешь работать? Музыкантом там, типа, ну, я не знаю Тем же самым преподавателем в школе Нет, музыкой можно зарабатывать И это надо делать И, в принципе, очень даже неплохо О творческих планах группы В марте мы хотим сделать свой концерт Сольный, уже большой И готовим репертуар Те песни, на которые люди приходят Которые люди любят Что самое сложное в том, чтобы быть музыкантом? Терпение 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 и, ну, выдержка Потому что очень много людей сдаются Когда у них что-то не получается Ты ничего не зарабатываешь, да? У тебя там нет выступлений Или еще что-то Или тупо, например, твои песни никому не заходят И все И ты начинаешь уже думать о том, что я никому не нужен Моя музыка никому не нужна И вот так вот, в принципе, сгибаешься Занимайтесь, занимайтесь музыкой Занимайтесь творчеством Это классно Это всегда Это новый поток энергии Так что, друзья, приходите на концерты Не только на наши На, в принципе, концерты казанских групп Друзья, мы вас всех любим Вы наши слушатели Наши самые лучшие друзья Чтобы вы имели представление о том, что играют ребята Небольшой отрывок из их творчества Все готовы, поднимайся Да, все так красиво Последний по счету коллектив на сегодня Оскар Бен Это музыкальный проект Оскара Таховиева Участника проекта Голос Исполняющий авторские песни сильными текстами и мелодиями Которые сразу проникают в душу Заставляют сердце биться чаще А оригинальный кавер-версии группы Дает возможность порой совершенно по-новому Взглянуть на уже известные песни Сильный чувственный вокал И профессиональный уровень владения музыкальными инструментами Позволяют коллективу охватить практически все жанры музыки Начиная от фанка, блюза и заканчивая солнечным регги И бразильской босса новой Я не назову себя джазовым музыкантом Но я очень много хожу рядом с джазом То есть я очень люблю бразильскую музыку Я был в Бразилии неоднократно И я очень люблю босса нового Сам исполняю ее А это уже можно сказать бразильский джаз История началась с 2005 года Когда мы начали играть в одном известном заведении Мы там выиграли дуэтом с моим другом фестиваль Нас позвали И вот с этого момента мы начали набирать коллектив Шухрат это мой ученик Один из первых моих учеников Да ладно А по ощущениям как будто наоборот Приехал в 90-е годы из Узбекистана И занимался, как и все, коммерцией Чтобы заработать там Поговорили и о наболевшем для музыкантов Хороших музыкальных мест в Казани мало Вот где хорошая аппаратура, хороший звуковик Ну буквально по пальцам одной руки Все хорошие места в Казани в Москве Что нужно для группы в Казани, чтобы обеспечивать себя музыкой? Кавер-группы Надо быть, наверное, играть хотя бы кавера Но если в Казани авторская песня не так востребована, как хотелось бы То есть проекты, где все наоборот Про участие в музыкальном проекте «Голос» Специально выбрал песню под Агутина Я очень надеялся, что он будет в жюри Я за два дня узнаю, что Агутина там не будет Я понимаю, что вот там Шнур Кто там еще был? Аня Лорак Меладзе И Баста Ну вот Машкенада От них далека просто Вот, но мы с ним встретились в прошлом году осенью И он очень высоко оценил Написал даже нам инстаграм Давайте насладимся отрывком из песни «Оскар-бэнд» Я не берусь оценивать музыкальные коллективы в Казани Все-таки это дело вкуса Поэтому в этот раз вручаем право выбирать места нашим пользователям в группе ВКонтакте Рейтинг, конечно же, условный Критерии – известность групп Пятое и четвертое место разделили «Оскар-бэнд» и «Прогольщики» по 23 голоса Третье место – группа «Джазбрас» и «51 голос» Второе место – 115 голосов у группы «Юна» Первое место и безоговорочная победа сегодня у «Вея Волга-Волга» 325 голосов Вы тоже можете оставить свой комментарий в нашей официальной группе «Эфир новости» Где вы найдете самые актуальные новости города и республики Вступай в нашу группу ВКонтакте и оставляй свои комментарии Самые интересные мы озвучим в нашей программе Это был ТОП-5 полезный гид от Минтимера До скорых встреч, пока!